Добрый день, друзья! Это видеоблог 10 минут о жизни в Канаде. Владимир, у нас на канале мы говорим о жизни в Канаде, об иммиграции в Канаду, о быстрой адаптации в Канаде. Пожалуйста, подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Тема этого выпуска – словарь иммигранта. Вы при переезде в Канаду столкнетесь с огромным количеством англоязычных терминов, различных сокращений, акронимов, и разобраться во всем этом разнообразии достаточно сложно. Я попытаюсь расшифровать некоторые из этих терминов, для того, чтобы вам было легче при переезде в Канаду. Начнем с самого главного акронима – КУАЭТ – Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel. То есть та бесплатная виза, которую выдает правительство Канады для того, чтобы вы смогли переехать в Канаду беспрепятственно, убегая от войны. Виза была анонсирована и запущена 2 месяца назад примерно. Более полумиллиона человек уже подались на нее, более 100 тысяч человек получили, и уже, наверное, десятки тысяч людей переехали в Канаду по этой визе. Главное преимущество этой визы – она дает право получить по прилету в Канаду work permit. Work permit – это разрешение на работу. Он выдается на 3 года с момента вашего приземления в Канаде. Выдается в аэропорту визом-офицером. Не путайте его с письмом, которое часто людям приходит на электронный ящик, на котором тоже написано work permit. На самом деле это письмо – это просто информация о том, что вам предварительно был одобрен work permit. Если вы это письмо не получите, то ничего страшного. Можете смело лететь в Канаду, и вам выдадут в аэропорту настоящий, красивый формат А4 со степенями защиты документ, который называется work permit. Обязательно получайте его в аэропорту при прилете, не выходите из аэропорта, пока вы не получите permit. Также смотрите, чтобы на нем была надпись COAED, пометочка такая в конце. С этой пометкой вам дадут бесплатную медицинскую страховку. Без пометки могут быть проблемы. Поэтому обязательно проверяйте, чтобы эта пометка была. Далее, какие у нас еще есть термины – FOILE-LESS. FOILE-LESS – это та же самая виза COAED, которая безбумажная. FOILE-LESS так и называется – безбумажная. То есть вам просто присылается письмо, поэтому письмо вы можете вылететь из 6 европейских стран и прилететь в Канаду, не вклеивая визу в паспорт. Как, что такое FOILE-LESS, какие страны, я записывал отдельное видео, пожалуйста, посмотрите по ссылке. Виза, которая физически вклеивается в ваш паспорт, называется TRV – Temporary Resident Visa. Вы можете, в принципе, даже если вам выдали FOILE-LESS, податься на TRV, на то, чтобы мы вклеили все-таки эту визу. Второй вариант – приехать в Канаду все-таки по FOILE-LESS и уже на территории Канады вклеить ее, полноценную TRV визу, в ваш паспорт. Податься на нее достаточно легко, есть ссылка в описании под видео, я также видео отдельно записывал по этому вопросу. Вы заполняете запрос на визитор визу, в течение недели-двух рассматриваются документы, отправляете ваши паспорта и потом их получаете уже с вклеенными визами. Эта виза вам дает возможность выезжать и въезжать на территорию Канады, но реальный ваш статус нахождения в Канаде определяется Work Permit. Статус ваш звучит как Temporary Worker, то есть временный работник. С этим статусом вы можете прожить 3 года, после окончания 3 лет вы можете продлить этот статус. Эта возможность была предусмотрена, когда программа COAED запускалась. Для тех людей, которые не хотят, собственно говоря, а я думаю, что таких будет большинство, находиться в непонятном статусе временного работника, существует другой статус, который называется Permanent Residentship, PR. То есть это фактически вид на жительство в Канаде. Он получается по системе Express Entry. Это официальное название канадской миграционной системы. Там это табальная система, и вы просчитываете ваши баллы, исходя из вашего образования, из вашего опыта работы, исходя из вашего возраста. Там множество факторов влияет именно на количество баллов. Express Entry бывает федерального уровня и провинциального уровня. На провинциальных уровнях они облегчают получение вида на жительство. Поэтому изучайте вопрос, какую провинцию вы едете. Во многих провинциях действуют различные провинциальные программы. И получение вида на жительство в таких провинциях, как Манитоба, Скачева, намного легче, чем в Британской Колумбии или в Антарио. Тем не менее, и в Антарио это тоже возможно. Есть свои ограничения, но это, в принципе, работает в любой провинции получение вида на жительство. Еще один статус, который вы можете обладать в Канаде, это International Student. Если вы студенческого возраста, если у вас есть письмо о зачислении в колледж, вы на границе можете получить стади пермит. Стади пермит хорошая штука, пока не сделали программу КОЭД. На сегодняшний день вам выгоднее приехать, если вы студенческого возраста, вы приезжаете, берете в WorkPrimit, работаете годик-два в Канаде, подаетесь на вид на жительство, получаете permanent residency и тогда уже идете учиться. Потому что стоимость учебы в канадских колледжах или университетах для иностранных студентов примерно в три раза выше, чем для местных жителей, для тех, у которых есть статус PR. Соответственно, выбрасывая там 13-15 тысяч долларов на учебу в год, не совсем грамотное решение, поэтому лучше все-таки получить сначала вид на жительство, а потом уже идти учиться. Следующий акроним сокращения это SIN номер. SIN, Social Insurance Number. Это ваш индивидуальный налоговый номер, который вы получаете в организации, которая называется Service Canada. Туда можно заплатиться онлайн, можно прийти лично, получить этот документ. Это фактически бумага формата А4, обычная распечатка, на которой написан ваш девятизначный SIN номер. Ни в коем случае никому этот номер не светите, кроме вашего официального работодателя, который вас берет на работу официально, или в банк финансовой организации. В других случаях это конфиденциальная информация. Если кто-то из каких-нибудь мошенников знает ваш SIN номер, то могут быть неприятные для вас финансовые последствия. Следующий акроним АХИП. Ontario Health Insurance Program. Это провинциальная страховка, которую выдает провинство Антарио. В других провинциях она называется по-другому. Вот АХИП вы получаете в организации, которая называется Ontario Service. Приходить туда нужно лично, вас там сделают фотографию, вы покажете ваш work permit. С пометкой QAED на основании вашего work permit, вам выдадут медицинскую страховку, бесплатную медицинскую страховку Ontario. Она покрывает все практически, включая роды, но не покрывает услуги дантиста и услуги окулиста. Достаточно хорошая вещь на самом деле Ontario Health Insurance Program. Особенно для тех людей, которые едут уже в возрасте или с хроническими какими-то болезнями, вы можете сразу идти искать себе семейного врача, идти на прием к врачу и, собственно говоря, поправлять свое здоровье. Следующее сокращение, которое у нас есть, это Job Bank. Job Bank это так называется официальный сайт канадского правительства по поиску работы. На самом деле огромное количество сайтов в Канаде, которые позволяют найти работу, но вот Job Bank интересен тем, что это официальный все-таки сайт правительства, и там появляется много интересных вакансий, в том числе для украинцев. Они специально там даже целый раздел сделали. Обязательно зайдите, посмотрите, что это за сайт. Следующая штука, которая интересна, это CLB, Canada Language Benchmark. Это на самом деле, если вы приедете куда-нибудь в Канаду и работодателю вашему скажете, что ваш уровень английского B1, то вас ни один из зарпадателей вас не поймет. Здесь совершенно другая шкала измерения вашего уровня английского. Она называется CLB. Вот CLB может быть от 1 до 10. Базовый английский считается CLB 4. Хороший английский CLB 6, 7. Отличный 8, 9, 10. Это уже native speaker. Следующий акроним Job Fair. Job Fair это ярмарка вакансий, переводите на русский. И когда вы приехали с Work Permit, там понятно, вы хотите найти работу. Един из классных способов найти работу в Канаде, это посещение ярмарок вакансий. Просто загуглите Job Fair Toronto, Job Fair Calgary, Job Fair тут город, где вы находитесь. И вам Google выдаст ближайшие ярмарки вакансий, которые будут происходить в вашем районе. Обязательно сходите. Я свои три работы нашел разных с ярмарок вакансий. Это отличная вещь, которая отлично работает в Канаде. Что у нас еще интересного? LMA. Labor Market Impact Assessment. Вот эта штука, которую, если вы получите, это будет просто ваш билет к получению вида нажительства. Это LMA. Это документ, который может для вас приготовить ваш работодатель официальный. Они считают, что вы хороший специалист. То есть, они видят, что на канадском рынке они других таких классных специалистов, как вы, не найдут. Они платят определенные деньги для того, чтобы получить этот документ LMA. Заполняют необходимые формы. И с LMA вы фактически получаете огромное количество баллов по экспресс-энтере. И сразу подаетесь на вид нажительства. Даже не нужно год официально отрабатывать и так далее. То есть, если вам ваш работодатель сделает LMA, что, в принципе, бывает не личным спросить у работодателя. Многие крупные компании могут это делать. Тогда вы достаточно быстро и легко сможете получить ваш вид нажительства, ваш permanent residency. Следующий статус после permanent residency – это просто citizenship, то есть гражданство Канады. Прожив в Канаде 3 года со статусом PR, вы имеете право податься на гражданство, на гражданина Канады. И по стечении определенного срока рассмотрения ваших документов, это может быть в текущей ситуации больше года, вы получите ваш заветный канадский паспорт. Статус PR отличается от статуса гражданина всего лишь тем, что гражданин может голосовать, а PR не может голосовать. И статус PR теоретически можно потерять. Если вы совершите какое-нибудь преступление, даже такое, как езда пьяным за рулем с какими-нибудь неприятными последствиями, с пострадавшими, вас, в принципе, могут лишить статуса PR. Статуса гражданина Канады вас уже официально лишить не смогут. Вот такая вот история. Если вдруг какие-то есть вопросы по каким-то конкретным сокращениям, каким-то конкретным терминам, пишите в комментариях, постараюсь ответить на все ваши вопросы. На этом все. Пока-пока.